здравствуйте дорогие участницы марафона лаборатории отношений я начинаю мастер-класс начинаю вовремя и завершаю вовремя если кто-то присоединяется в процессе то значит как говорится добро пожаловать процессе да но я знаю что очень многие смотрят записи поэтому буду начинать не не ждать дополнительных участниц и так меня зовут наталья сафронова я астропсихолог я бизнес-коуч работаю с мышлением людей как индивидуально так и бизнес командах да оле привет оле привет я уже сказала что не буду ждать просто все присоединяются по мере возможности знаю что многие смотрят записи поэтому не буду прерываться и приветствовать каждую отдельную участницу я уже не буду начинаю свой мастер-класс чтобы начать вовремя и завершить вовремя и так еще раз я наталья сафронова астропсихолог работаю с мышлением людей и в мышлении людей раб в работе с мышлением людей я совмещаю три сферы знаний астрологию психологию но здесь психологии еще достаточно широкое широкий поле широкое поле инструментов это и нлп и поучинг и процессориентированный подход и третье что я совмещаю знания метафизики знания метафизических закономерностей которые благодаря которым можно объяснить сопоставить причины и следствия почему в жизни человека происходит то что происходит и на какую глубинную причину нужно влиять эти глубинные причины в мышлении на какую глубинную причину нужно повлиять чтобы изменить закономерный результат закономерное следствие вот поэтому вот эти три сферы я объединяю и создала такой свой уникальный авторский метод который действительно дает результаты действительно помогает произвести нужные изменения ну и собственно сегодня в ходе своего мастер-класса как с помощью мышления повысить свой доход я вам более детально и расскажу как в общем-то мышление может помочь и что конкретно нужно делать с мышлением чтобы это мышление произвел чтобы эти изменения произвели те результаты которых о которых мечтаете ждете работаете над которыми и так далее итак смотрите вот в чем актуальность темы на сегодняшний день как я ее понимаю эту актуальность я такой же человек как и все и прекрасно знаю понимаю о том какие сейчас идут масштабные изменения трансформации какие для многих это непростые процессы и ценностные и личностные и семейные и экономические повсюду да во все сферы проникли такие вот скоростные изменения которые свою турбулентность производит в жизни у нас и точно так же как и многие я знаю наблюдаю и слышу а своевременно ли вообще сейчас проект запускать да вот некоторые клиенты со своими сомнениями приходят а может быть сейчас не время а может быть у меня сейчас не пойдет а может быть мне сесть и затаиться может быть переждать или вообще там отказаться от каких-то проектов своих идей желаний потому что у людей есть страх есть ощущение неопределенности есть непринятие многих процессов которые происходят но вот если у вас эти все эмоции ну вот эти или похожие эмоции присутствуют то скорее всего вы своим вниманием своим ментальным вниманием держите фокус на внешних событиях да то есть фокус вовне но когда мы застреваем с этим фокусом на на вне ну во первых мы на своем уровне мало что можем поменять мало на что можем повлиять но если мы свой фокус туда вовне держим то по закону сохранения энергии энергии и не больше и не меньше она просто утекает у вас да то есть вовне энергии много внутри энергии остается меньше она меняется то есть баланс энергии ну не то что нарушается у нас остается в балансе но просто ваш баланс и своим вниманием мысленным перераспределяете в пользу внешних событий но тогда на внутренние события очень мало энергии остается на внутренние на внутренние опоры на свои проекты на радость в жизни остается мало энергии мало внимания и можно задать себе вопрос ну кому мы делаем лучше если мы перекрываем проекты ставим на паузу или вообще выжидаем и не запускаем или там какие-то были планы даже вот не столько по зарабатыванию денег а сколько может быть даже картина или стиль жизни образ потребления тоже многие ставят на паузу придерживая скажем так деньги но это тоже все останавливает да то есть вот эти все остановки они никак не ведут ни к стабильности не к уверенности в завтрашнем дне абсолютно никак вот я двумя руками двумя руками за то чтобы люди продолжали быть в движении если есть намерение что-то покупать значит надо покупать если есть намерение что-то продавать значит надо продавать если есть намерение на путешествие значит нужно ехать и путешествовать просто подключая разумности выбирать те направления которые подходят да и которые являются безопасными. Если есть проект, значит, проект нужно развивать, денег нужно в свой проект привлекать и так далее. Поэтому жить нужно. И разные прогнозы, я тоже их слышу. Когда была пандемия, говорили, вот до пандемии сейчас вам кажется, что сложно, будет еще сложнее ситуация. Сейчас вот эта военная ситуация, и есть те, кто прогнозами занимается, говорят, да это еще ерунда, что сейчас происходит, будет еще поинтереснее сюжеты. Поэтому на наш с вами век турбулентности хватит. И наш, наверное, современный навык, современный навык для всех нас продолжать жить, несмотря ни на что. Продолжать жить, понимая, что есть рядом с нами какие-то процессы, которые происходят, но продолжать фокусироваться на внутренний круг влияния и влиять на свою жизнь, простраивать ее, просто принимая в учет обстоятельства, которые происходят. Вот. Поэтому я очень поддержала Олю с этой темой, потому что вовремя, не вовремя, ну, каждый здесь найдет что-то свое. Если те, кто не вовремя, они, может быть, как-то пропустят эту тему. Наверняка найдут те, для кого как будто бы не актуально. Но, скорее всего, все, кто собрались, мы с вами примерно в одну сторону смотрим, поэтому перехожу к нашей теме. Итак, тема «Как с помощью мышления помочь себе увеличить свой денежный поток, свои доходы?» Ну, здесь скажу вам первое, да, сразу же метафизические законы. Ментальность первична. Все, что мы имеем в материальном своем пространстве, в материальном окружении, это все следствие нашей ментальности. Ментальность первична. Ментальность определяет качество и количество тех событий, которые происходят. Ну, количество, вряд ли, наверное, качество все-таки. Качество событий, которые происходят вокруг нас. Ну, наверняка все из вас знают и умеют какое-то количество денег зарабатывать и простраивать. Вот то количество денег, которое есть у вас сейчас, оно закономерно вашему мировоззрению, мировоззрению, вашей ментальности. То, насколько вы ментально себе смогли это простроить, вы это и получили. Те отношения, которые вы смогли себе ментально простроить, те отношения вы и получили. Тот уровень жизни, который вы себе смогли ментально простроить, вы его и получили. Мы не можем получить что-то иное, что мы себе не заложили в свое мировоззрение, в свою ментальность. И смотрите, когда я говорю про ментальность, про мышление, мировоззрение, это очень похожие термины для меня, по крайней мере, то что здесь я имею в виду? Я имею в виду две части нашей ментальности, так скажем. У нас есть ментальность сознательная или сознание, мы еще привыкли называть сознание, это неокортекс, наш разум, наше сознание. И какие функции этого органа, вообще головной мозг, по сути, органы, в смысле какие функции, это изучать информацию, запоминать, структурировать, обобщать или разделять, классифицировать, сравнивать, анализировать, логически сопоставлять данные и так далее. То есть вот это все функции нашего сознания. И еще есть подсознание. Подсознание – это очень большой такой резервуар подсознательных ментальных процессов, которые происходят по разным данным. Есть примерно такие цифры, 25 миллионов операций в секунду происходят в нашем подсознании. По разным данным есть также вот такие пропорции, что сознательная часть влияет на нашу жизнь примерно на 5%, все, что происходит в подсознании – на 95%. Или то, что в сознании даже вот такие более смелые цифры менее 1%, ну и, соответственно, подсознание больше, чем на 99% влияет на нашу жизнь, на наши события, на все, что происходит вокруг нас. Вот это вот бессознательное ментальное поле, которое рулит нашей жизнью. И если сознательная часть, вот этот вот 1% или 5%, казалось бы, мелочь такая, ну что он там может сделать? Конечно, сознание не может контролировать подсознание. Это никогда не получится. Почему? Потому что маленькая часть не может контролировать большую часть. Но сознание может прислушиваться к подсознанию и взаимодействовать с ним. И вот через вот этот навык взаимодействия мы с помощью нашего сознания можем произвести качественные изменения в подсознании. И тогда наша вот эта львиная большая подсознательная часть, она начинает выстраивать те события, которые вам, ну которые, собственно, вы и заказываете, скажем так. Вот об этом сегодня я и расскажу, что такое вообще в подсознании можно поменять и как сознание может в этом помочь. Итак, что вообще в подсознании подлежит коррекции? Ну, во-первых, что скажу. Подсознание, оно запечатлено множеством-множеством визуальных образов. Доступ к подсознанию разные эксперты делают по-разному. Я работаю через ментальный образ. Какой у человека возникает ментальный, визуальный образ на то или иное слово, понятие, отношения какие-то. Соответственно, коррекция ментального образа производит коррекцию в подсознательной части. Вот, поэтому работаю с ментальными образами. Сейчас я пока все перечислю, потом подробнее расскажу про каждый пунктик. Ограничивающие убеждения. Ощущение собственной ценности. Как ни странно, но это тоже заложено в подсознании. Уже заранее у человека заложено, ценит он себя или не ценит. Если он там не поменял внутри, то притвориться не получится. Вот. Дальше следующая тема – это кармическое наследие, которое приходит. Да, ну вот смотрите, подсознательный объем. Вот рождается человек. Я как астролог смотрю натальную карту. Что такое натальная карта? Это карта, которая отображает элементы космического поля, космических тел на момент рождения человека. И, собственно, когда на момент рождения вот это положение знаков зодиака, планет и аспектов, которые их взаимосвязь определяют, помогает интерпретировать кармическое наследие, с которым пришла душа, пришел человек. То есть это не планеты влияют, как они стоят, но они, конечно, влияют, да, безусловно. Но это душа выбрала родиться в момент, когда вот так вот стояли элементы космические, по которым можно расшифровать, интерпретировать кармическое наследие, предназначение, те задачи, которыми нужно заниматься. И вот наша подсознательная часть, ну вот смотрите, ребенок рождается. Сознательная, пока что ребенок новорожденный, там, в минуту рождения, да, и потом некоторое время еще. Сознательно ничего не решает, да, сознательно еще пока не накопил ни блоков, ни претензий, ни страхов, да, ничего. Но уже он приходит, тело уже приходит с душой, которая огромную подсознательную, вот эту львиную долю уже за собой несет. Подсознательные процессы, они формируются, как я уже сказала, кармически. Это тот опыт, который проживали люди в прошлых воплощениях с вашей душой. И формируется в сознательном, в смысле в современной жизни тоже. Это те идеи, в которые человек поверил, которые взял за истину. Они тоже проваливаются туда, в подсознание. Очень много таких программок подсознательных закладывается еще в детстве, когда ребенок к своим родителям относится как, ну, истина, да, это люди, которым он безусловно доверяет до какого-то возраста. И вот эти взрослые люди, собственно, формируют тоже большую часть его подсознательных программ, подсознательные информации закладывают. Вот, поэтому с мышлением можно и поработать с точки зрения кармического наследия. Кармические программы, те же самые программы, просто нужно знать, что убирать. А это видно в натальной карте. Итак, дальше что еще есть? Разные зависимости от материального. Ну, если уж мы сегодня к теме денег подвозим, да, разные зависимости от материального. Тоже бывают люди, у которых вот прям высокий уровень зависимости от материального. Люди прям держатся и опору безопасности свою строят на материальном. Соответственно, потерять материальное – это потерять опору. Для многих это прям на уровне страха смерти, на уровне того, что жизнь закончилась. Вот эти все тоже программы и зависимости нужно убирать, потому что то, за что мы держимся, то мы и теряем. И задача деньги простраивать, то к ним не привязываться. Это все тоже решается с помощью мышления. Следующая тема, которая также мышлением корректируется – это принятие реальности или уход от реальности. И здесь же тоже, что все мы физически вроде бы как в реальности живем, в реальном городе, в реальном пространстве, с реальными людьми взаимодействуем. Но что себе ментально люди про эту реальность сочинили – это тоже разные встречаются романы по поводу того, как люди описывают свою реальность. Ну и, соответственно, если они описывают что-то, что не соответствует реальности, то здесь сразу же что можно предположить? Человек живет иллюзиями, идеализациями, и это ментальные процессы, которые, в общем-то, происходят в ментальности человека, и они его из реальности выталкивают. Бывает людям страшно с реальностью и так далее. Но деньги простраиваются только в реальности. Ни в каких иллюзиях, какими бы мы себе ни сочиняли, денег нет. Следующая еще тема – это непринятие людей. Непринятие людей – это тоже чаще всего, чаще всего это заложено кармически. Это нужно смотреть ситуацию шестого дома на тальной карте. И если есть проблема с принятием людей, то ее нужно прорабатывать. Потому что, смотрите, деньги ножками не ходят, деньги сами ног не имеют. Деньги приходят через людей. И если люди не приняты на людей нападение, агрессия, страх людей, да, или, ну, разные бывают причипы, там, не знаю, несогласие с их мировоззрением, желание с ними бороться, исправлять, то это все является непринятием людей, либо непринятием их мировоззрения. Соответственно, если человек их не принимает, то как он их в свой обменный процесс привлечет? Никак. Да? И деньги будет некому ему приносить. Вот от этого бывает дефицит клиентов или дефицит сотрудников. Или человек никак не может свой продукт, свою услугу или товар соотнести с потребностями людей, потому что он от них закрыт, и его продукт не востребован. Вот это все бывает в причине непринятия людей. Дальше. Ну и еще тоже такая же ментальная работа. Ментальная работа – это уметь двигаться по жизни и идти в будущее, как движение по пространству вариантов. Ну, расскажу чуть подробнее. Я тут на некоторых уже остановилась, хотя хотела каждый пункт отдельно разобрать. Давайте все-таки я по пунктам, как и хотела. Итак, ментальные образы. Ментальный образ. В нас он закладывается, вот мы все познавать мир начинаем, еще будучи маленькими детьми, через картинки, через образы. И во взрослой жизни точно так же какое-то событие, оно запечатляется в нашем подсознании каким-то образом. Ну, например, есть ментальные образы на такие вот понятные нам понятия. Например, если я вас спрошу, какой у вас ментальный образ на слово «дом» или на слово «машина» или на слово «дерево», то здесь примерно вы все равно близко к дереву, близко к дому, близко к машине что-то представите. Но понятия бывают абстрактные. Абстрактные понятия, они более сложные, неоднозначные. Ну, например, такое понятие, как «деньги» или «бизнес», или «клиент», или «риск». Вот эти уже такие неоднозначные собирательные слова, да, вот еще «неопределенность» или «внезапность», они как-то уложились в вашем подсознании. Ну, например, слово «деньги», да, частенько я спрашиваю своих клиентов, практически у всех некорректный образ стоит. Ну, как некорректный, он стоит статичный. Люди представляют либо пачку купюр, либо мешочек с деньгами, либо монетки, кто-то слиток золота представляет и так далее. То есть просто какой-то вот статичный предметик, который запечатлелся как деньги. Но вот этот вот статичный предметик, он не в движении, а деньги мы зарабатываем в процессе движения. Деньги зарабатываются, вообще проводятся, я бы так сказала, не зарабатываются, даже корректное слово. А деньги проводятся в наше пространство с помощью того, как вы выстроили обменный процесс. Что такое обменный процесс? Вы человек, который генерите ценность, предлагаете ее людям, рынку, и в обмен на эту ценность берете денежный эквивалент. То есть деньги когда-то придуманы людьми как универсальное средство обмена, как универсальный эквивалент энергии, который можно обменять на любую ценность. И все, собственно, все просто. Ну, конечно, люди многими веками, поколениями там насочиняли про деньги много чего лишнего. От этого всякие рождаются страхи, домыслы, какие-то там, я не знаю, знаки люди видят в этом. Но на самом-то деле все просто. Вот нужно понять глубинную суть вот этого движения денежного. Есть вы как источник генерации ценности. И этой ценностью что является? Ваш продукт, ваши услуги. Если вы работаете в найме, то ваше время, ваш профессионализм. Если это там эксперт, то это его информация. Будь то это юрист, да, он информацию продает. Или какой-то эксперт, психолог и так далее. Но психолог, кроме информации, еще и терапевтические практики, да, чтобы дать результат. Вот, поэтому вы отдаете ценность, вы ее предъявляете людям, рынку, пространству. И вот уже в этом пространстве, да, вот смотрите, важно эту ценность в реальность предъявить. Не в иллюзорное пространство, а в реальное. А для этого надо реальность принять. И дальше по ту сторону, да, для кого вы это делаете? Для людей. Людей надо принять. Дальше нужно быть готовой от людей эту денежку взять в обмен. И, по сути-то, внутри должно быть согласие, что вот тот объем ценностей, который вы предлагаете, и денежный эквивалент, они должны стыковаться. Если вы, например, деньги запрашиваете больше, а внутри себя обесцениваете, да, это вот про самоценность. Внутри себя обесцениваете, то, ну, например, какую бы высокую цену ни называли, просто в нее не будут верить. В нее не будут верить, и эта информация будет как-то мимо людей проходить. Вы будете, так как понимаете, что здесь фальшь есть, вы будете энергетически закрывать ваши предложения. Соответственно, не будет покупаться. Либо же вы предлагаете очень низкую цену, ту, на которую цените себя. И вроде бы люди бы и хотели купить, но здесь, получается, снова не верят в качество. Вот, потому что низкая самооценка, она еще и низкое ощущение такого, знаете, плохого качества продукт. Вот, поэтому для того, чтобы увеличить денежный поток в своей жизни, количество денег в своем проекте, нужно наладить понимание, вот эта ментальная ценность и обмен, что вы на эту ценность берете. Да, вот денежный эквивалент. Наладить отношения с теми, от кого вы берете. С пространства, в котором вы этот обменный процесс совершаете. Ну, и убрать отдельно, хочу сказать, убрать кармические долги. Потому что что происходит? Вот, как будто бы человек рождается, как будто бы, да, на нулевом меридиане. Вот родился ребенок, и он на нуле. И вот его учат, да, там, накапливать разные навыки. Вот учись, там, будешь деньги зарабатывать, семьи устроить и так далее. Да, и до какого-то времени он вроде бы учится, 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 но потом он ощущает попадание вот в этот минус. Кармические долги или кармические проблемы в отношениях с людьми – это энергетический минус. Мы не сможем накопить деньги, если у нас есть кармический долг. Потому что мы начинаем деньги зарабатывать, и включается программа на отдавание долгов. Долги люди отдают деньгами или здоровьем. Бывает личными отношениями, либо бывает иногда жизнь близких людей. Так тоже бывает. Вот, поэтому закрытие кармического долга – это одно из первоочередных, чем надо заниматься. Вот, как бы вы ни простраивали себе обменный процесс, и все вроде бы в нем хорошо, а ну где же прирост-то денежный, начинается вот эта вот загвоздка с кармическим долгом. Если его по энергетике закрыть, что значит закрыть по энергетике? Я со своими клиентами смотрю, по каким причинам возникает кармический долг. Это видно в натальной карте. И мы убираем вот эти ментальные причины подсознательные, на которых держится энергия долга. И после этого компенсируем энергии созидания. То есть деньги – это та же самая энергия созидания. Только нужно понять, какой объем ее нужно сформировать и каким объемом компенсировать. Ну и понять, кому долг нужно отдать. Вот. Вот это все в натальной карте можно посмотреть. И, собственно, такой шаг ноль. Я бы сказала, гигиенический минимум необходим для того, чтобы свою финансовую ситуацию вырвать. Вот. Поэтому я здесь уже, так скажем, избивчиво рассказываю. Но, тем не менее, все это про одно и то же. А вот еще про ограничивающие убеждения интересная тоже тема. Ну, я здесь немножко смотрела программу. И предыдущие спикеры вам достаточно интересные рассказали уже вещи про ограничивающие убеждения. Хочу вот один пример, который, например, не каждый эксперт знает. Но если владеть знаниями о ментальных закономерностях, да, вот об этих метафизических законах, то можно еще интереснее находить открытия в своих ограничивающих убеждениях. Ну, например, я помню это одно из моих открытий, которые я себе сделала буквально в мае текущего года. Значит, ну, началась же вся эта заварушка с кризисом, да, и у меня сразу же мысль, что денег не будет, да. Ну, там я планировала путешествие, там планировала открывать проект. И чувствую, крутится мысль. Ну, кризис же, все, сейчас опять денег не будет. И поймала я эту мысль и думаю, так, а почему это я себе такое решила? Потому что, смотрите, есть же примеры даже, когда в кризис, ну, есть люди, у которых в кризис денег становится меньше, но есть и люди, у которых в кризис денег становится больше. Я думаю, почему бы мне не поверить в другую идею, что вот есть просто падающий ритм, да, падающий ритм. Мы все живем вот в этом падающем и растущем ритме, падающий и растущий ритм. Ну, например, у нас луна, да, как природное светило. Она имеет растущие ритмы и снижающие ритмы. Там приливы и отливы, увеличение времени суток дня, там, снижение времени. Ну, там, день, ночь, да, меняется время, перераспределяется это время на светлое и темное. И так далее. То есть этот ритм есть везде и повсюду. И если мы думаем, что в кризис будет обязательно закономерен падающий ритм, и мы себе такое программируем убеждение, то мы это и получим. Но ведь можно же себя запрограммировать, что в кризис я увижу новые возможности, и ритм будет растущий. Кто запрещает такое себе придумать и поверить в это? И, соответственно, в мае месяце я перестроила сама вот этот свой пример и заметила, что у меня все мои летние месяцы по сравнению с прошлым годом выросли кратно. Ну, я еще определенные там ментальные трансформации произвожу для этого. Ну, и, собственно, вот одно из моих секретиков, да, вот убеждение другое, простраиваешь себе, и все. Вот, поэтому и проект запустила, и отдыхать летали с сыном, и, ну, все идет так, как идет. Вот что задумывают, то и идет, к счастью. Ну, вот. Поэтому, смотрите, вот эти ограничивающие убеждения, это же тоже ведь корректируется мышлением. Самое главное – понять надо, что менять, и помощь того человека, кто умеет менять. Вот, это два главных залога, заложника не хочется говорить, залог успеха в работе с мышлением. Понять, с чего начать, что конкретно нужно поменять, и как это сделать, да, кто сопроводит, кто направит. Вот, смотрите, я в своей работе, а, ну, давайте я еще немножечко расскажу про движение в пространстве вариантов, потому что про предыдущие более-менее немножко распаковала, да, движение в пространстве вариантов. Здесь очень важно, когда мы движемся в будущее, нужно понимать, что мы движемся в пространстве, которое неоднозначное, оно не плоское, оно не однолинейное, да, там, оно многогранное, многоуровневое, многовариантное. И вот движение в будущее, оно, собственно, может нас же в любой вариант закинуть, да, мы в любой вариант можем попасть. Как здесь своим мышлением помочь себе двигаться по той траектории, ну, вот этих вот вероятностей, которые вас наибольше всего устраивают. Для того, чтобы двигаться по желательной траектории, нужно принять, относитесь, отнестись с принятием ко всем другим вероятностям, которые могут возникнуть. Ну, например, открываете вы свой проект, допустим, да, есть разные вероятности. Есть вероятность, что проект будет успешный и прибыльный, например. Есть вероятность, что проект будет нулевой, ну, там, какое-то количество времени, да. Есть вероятность, что проект будет в минусовом, скажем так, в минусе. Есть вероятность, например, проект вообще не открыть. Потом есть вероятность, что проект будет жить долго или мало жить. Разные-разные вероятности. Просматриваете и задача внутри принять все нежелательные вероятности. То есть здесь люди попадают в какую ловушку? Они продумывают вероятности, но обычно начинают фонить страхом. Страшно попасть в минусовую вероятность, когда мой бизнес будет минус приносить. Или страшно попасть в нулевую вероятность. Или страшно вложиться и потом мой проект будет закрыт и не принесет мне денег. То есть вот эти вероятности страшные, так скажем, в которые страшно смотреть. Даже может быть иногда люди протест включают, чтобы не смотреть в это. Задача подумать заранее и принять эти все вероятности как теоретически возможные вот. А потом себе вот как будто вы знаете плетете спицами, плетете, плетете и вплетаете петельку вашей желательной вероятности в свою жизнь. Да, то есть я понимаю, что есть там нитка там синяя, красная, белая, черная, розовая. Да, все эти нитки тянутся как возможные вероятности. А можно мне желательную вероятность вплести в мою жизнь? Вот. Но здесь надо еще внутренне вот это а можно мне? Это надо внутри разрешить себе, чтобы это произошло. Это все тоже мышление делает. Вот. Все это с мышлением работа. И смотрите, да, я начинаю работу с людьми с астросессии. Вот. И у меня сегодня для вас есть одна очень такая хорошая новость. Сейчас я о ней и расскажу как раз. Вот. Во-первых, почему я начинаю работу с людьми с астросессии. Потому что там, в натальной карте, я вижу весь объем бессознательного, все, с чем пришел человек. И весь этот объем бессознательного, по сути, это наша бессознательная реактивность. Что такое реактивность? Это вот эти быстрые бессознательные реакции, которые происходят очень молниеносно. Кто-то даже высчитывает за 0,2 секунды или еще быстрее. Потому что вот эти вот многомиллионные операции, которые делает наше подсознание в пространстве, оно как раз вот здесь вот кроются все ответы. Что конкретно-то надо менять в подсознании? Вот. И в натальной карте видно и кармическое наследие, и то, как отношения с людьми происходят. И видно положение планеты знаков зодиака, а точнее их плюс полярность или минус полярность проявлено. Что в тени, а что в проявленности по каждому элементу. Вот. И, соответственно, все это корректируется мышлением. Ну, например, есть такой знак зодиака, как телец. И по нему, где бы, ну, например, люди иногда думают, что если они не родились под знаком зодиака, телец, то они, значит, у них нет телца. Вот. А у них только один знак зодиака, который, под которым они родились. Это вот вообще кардинально не так. Каждый человек имеет все 12 знаков зодиака и все планеты, все 12 планет в своей натальной карте. Вот. И, например, телец, да, отвечающий за благосостояние. Смотрим, в какой сфере жизни стоит телец. То есть через какую сферу жизни прокачивает свое благосостояние. и нужно смотреть качество телца в характере, какие проявлены. То есть, если, например, у человека в характере есть такая вот черта, как скупость, скупость, то это низковибрационный телец. Он скорее перекрывает денежный поток и благосостояние. Но ведь скупость же корректируется мышлением, и можно мышлением поменять скупость на щедрость. Или может быть экономия, неправильно ментальный образ может быть подменен. Поэтому, когда каждый знак зодиака можно просмотреть и те черты, которые отрицательно влияют на жизнь, их можно заменить с помощью мышления на другие, проявлять другие качества. Или, например, овен. Овен может быть как конфликтный знак, так и знак очень великодушный, который с позиции большой силы проявляет заботу о других. Либо же, если овен в низких вибрациях, то это будет эгоистичный, инфантильный, конфликтный, гневный знак. И, соответственно, сразу понимаете, где это, где стоит и на какие сферы влияет. Поэтому в астроконсультации вот эти вот все вещи я рассказываю и рассказываю про предназначение человека, рассказываю, какое нужно ему пройти развитие. И прям буквально план формируется, план, что, зачем нужно сделать, с чего начать и некая последовательность работы. И мы делаем одну терапевтическую практику, потому что длительность астросессии не более одного часа. Мы делаем одну терапевтическую практику, чтобы было понимание, с каким уровнем глубины нужно работать. Вот. Поэтому вот то, с чего я начинаю. Если вам интересно посмотреть ваши причины, с чего вам начать работать в теме увлечения вашего благосостояния, то, пожалуйста, можете воспользоваться. Мое предложение для вас сегодня очень, ну, скажем так, выгодное, потому что пространство здесь у нас эксклюзивное, закрытое, мы здесь все в особом сообществе находимся, поэтому для вас особые условия, особые условия по цене. Для того, чтобы попасть ко мне на астросессию, вам нужно написать мне в личном сообщении в Телеграм или в Инстаграм, в Директ, кодовое слово «мне можно». Если вы напишите кодовое слово «мне можно», я буду понимать, что вы с лабораторией отношений. И написать нужно в течение суток после просмотра этого видео, видеозапись, либо вот сейчас в эфире вы посмотрите. И стоимость будет вместо трех с половиной две с половиной тысячи рублей. Все. Ну, вот на этом вся, скажем так, прекрасность я объявила. То есть, цена будет выгодная, но только для участниц, которые будут смотреть мастер-класс в формате вот этого марафона. А, и еще что же я хотела, чтобы подготовила, у меня план есть. Все, кто оплатит астроконсультацию, да, потому что мы оплачиваем и потом записываемся, да, вот еще даже после оплаты, но до записи, я вам сброшу еще подарочный видеоурок. Подарочный видеоурок «Как поддержать себя в условиях турбулентности». Там подарочный урок, в котором я даю три практики, и эти три практики, они, ну, останутся с вами, их можно, собственно, использовать легко самостоятельно, потому что они не какие-то глубинные, подсознательные, то, что нужно со специалистом делать, а практики, которые именно, ну, частенько надо, знаете, сознательную часть держать в кулаке, чтобы она не распускалась на негативные эмоции какие-то. Вот, там в этом видеоуроке будет три практики, и они могут вам помочь поддержать себя либо там в каких-то своих локальных процессах изменений, либо в масштабных процессах изменений, да, ну, эти процессы изменений с нами случаются очень часто, вот, поэтому такой вот поддерживающий от меня видеоурок для тех, кто настроен серьезно, вот, ну, а я как эксперт и как человек, помогающий людям меняться, топлю двумя руками за то, чтобы делать действия, поэтому даю вам такую хорошую мотивацию, которую я надеюсь вас подвигнет на действие, взять и записаться для того, чтобы помочь себе и понять свой объем изменений, который вам предстоит в жизни. Он все равно предстоит, понимаете, как хотите вы туда посмотреть или нет, работаете вы над этим или не работаете, вот тот объем изменений, который заложен, он все равно вам предстоит. Вот, поэтому спасибо вам большое за ваше внимание, у нас еще осталось немного времени. Оля, я не знаю, как здесь предусмотрены вопросы у вас вот в формате общения со спикерами или не предусмотрено. Вообще, в Zoom можно. Оля. Да, Наташ, если есть вопросы, конечно, можно голосом, можно писать в чат. Ага, ну, давайте я чат открою. Ну, смотрите, у нас с вами смело 15-20 минут на вопросы. Просто Яна, я видела, подключилась уже в конце, с самого начала, Оля, только ты прослушала. Наташа, скажи, пожалуйста, вот эти кармические долги, допустим, ты их определяешь, а дальше что? Я их определяю, определяю причину, по которой они возникли, и помогаю человеку ментальную причину устранить. Соответственно, когда ментальная причина устранена, привет, Оля, да, тогда можно компенсировать объемом энергии созидания. Это все делает человек, все это формируется с помощью мышления, куда надо, отдается. Вот это все, вот с некоторыми, может быть, две-три встречи занимает, но очень часто за одну встречу мы успеваем все сделать. Понятно, то есть это до трех встреч включительно, да? Ну да, кармические, вообще у меня мини-программа есть, мини-программа, там вот это только кармический уровень. Я просто смотрю, когда натальную карту, да, и что там дальше человеку. Вот в мини-программе это только кармические блоки можно убрать. Ну и если желание, как я уже говорила, да, после нуля развиваться, то тут уже на сопровождении более долгом, длительным, такая более длительная программа. Спасибо, Наташа. Каким образом проходит очистка? От чего очистка? Ян, поясните. вся очистка с помощью мышления происходит. И эмоции чистим с помощью мышления, и ментальные образы с помощью мышления. Вот сознательная часть, про которую я в самом начале говорила, вот сознательная часть, она помогает трансформации в подсознательную часть произвести. Вот, именно вот эта подсознательная часть наша, наше полиэнергетическое, а, чистка кармы. Ментально, да, все ментально, потому что для души нет понимания, прошлое у нас настоящее или будущее. Было прошлое сознание, которое заложило какой-то блок кармический, есть современное сознание. Современное сознание способно перезаписать любые блоки прошлого, так как они для души не в прошлом, а в настоящем все происходят. Ну и, кстати говоря, когда мы с кармическим уровнем работаем, то клиенты, вот я им описываю сюжет какой-то кармический, они говорят, так в моей жизни это и сейчас происходит. Но оно сейчас и происходит, потому что это запрограммировано, и оно должно проявиться, потому что это нужно обнулить, это первично. Мы не сможем, вот особенно, когда мы себе ставим цели на рост какой-то, да, как только человек себе ставит амбициозную цель по деньгам или еще какую-то очень начинает проявляться все, что тянет, все, что не пропускает. Оно прям как цветом буйным начинает цвести и говорит, проработай меня, пожалуйста, и иди к своим деньгам. Вот примерно так. Еще вопросы? Оля и Яна. Мы с вами вообще тут на троих пока. Могу много вам чего рассказать. За 15 минут еще. Так, ну что, в таком случае буду завершать запись, ссылочку на запись брошу в наш телеграм-канал лаборатории отношений. Ну и, соответственно, если будут вопросы от участниц, да, Оль, вопросы, если в чате будут поступать, то, ну как обычно Оля делает, она там переадресовывает спикеру, спикер или эксперт, как правильно назвать, дает ответ. Ну, в общем-то, вот так. Наташа, ты, пожалуйста, еще текстом потом напиши свое предложение. Чтобы после того, как... Пропиши, что приглашаешь специальную цену, потому что люди могут намного позже просмотреть. Потом, допустим, у нас же еще после марафона 10 дней доступ есть, иногда 2 недели, а предложения действуют сутки. Иногда текстовые файлы быстрее воспринимаются, не файлы, а информации. Кому интересно, тебе напишут. Только напиши, куда писать, в личное сообщение или куда. Хорошо. Хорошо. И вопросы можно написать, задавайте там же, и в чате ты их увидишь, если что, или я перешлю. Ну все. Хорошо. Так, что-то здесь Яна написала. Да, все верно. Ну да, это Яна отреагировала на Олину комментарий. Так, ну что, теперь самое главное завершить запись правильно и все сохранить. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok